Еще летом 2022 года Чехия выбрала новую боевую машину пехоты для своего войска, которой стала шведская CV-90, обошедшая Ascot и Lynx KF-41. А по условиям твердого контракта, который был подписан только 24 мая 2023 года с BAE Systems Haglunds на 2 миллиарда 200 миллионов долларов за 246 БМП CV-90 в версии Mark IV, предполагается довольно широкая локализация производства этих БМП в Чехии на уровне 40%. И именно объем чешских комплектующих и другое участие страны в производстве CV-90 был одним из очень важных условий самого конкурса, потому что это единственный способ оставить хотя бы часть денег в собственной экономике, а также стимулировать собственный оборонно-промышленный комплекс. И то, как именно Чехия реализует локализацию производства шведских боевых машин пехоты, довольно подробно расписал профильный обозреватель, известный как Дэниэл Лофф Богемия, пишущий о чешском АПК. Напомним, что этот пример очень важен для Украины, потому что официально на уровне Минобороны Украины подтверждена не просто заинтересованность в CV-90, а на уровне февраля 2024 года прорабатывались уже сроки и условия приобретения партии этих БМП и условия их дальнейшей локализации. При этом еще летом 2023 года велись разговоры о потребности в 1000 CV-90. И хотя эта цифра может показаться завышенной, на самом деле это лишь о комплекте на 8 механизированных бригад трех батальонного состава. В то же время правительство Чехии перед тем, как поставить подпись под заказом на 246 БМП сначала подождало пока BAE Systems подпишет соглашение с основными чешскими компаниями. И еще до официального заказа соглашения о сотрудничестве были заключены с VOPCZ, VR Group, Excalibur Army, Moopta и Ray Service, а впоследствии к ним присоединились более 20 компаний, участвующих в проекте, но в целом их количество должно составлять около 30. При этом уровень локализации на практике вполне может превысить записанный в контракт, как минимальный показатель, 40%. В конце концов из 246 заказанных машин, более 200 БМП будут окончательно собраны именно в Чехии на VOPCZ. Более того, эта компания должна разработать две дополнительные машины на шасси CV-90, собственную медицинскую эвакуационную машину и машину передового наведения артиллерии. Права на производство этих машин останутся у чешской компании, и она может их продать другим странам. Также в Чехии будут производиться башни к CV-90 на мощностях Excalibur Army. Прицельные системы к ним тоже будут чешскими от Moopta, которая также сможет их поставлять для производства или модернизации CV-90 других стран. IVP U-Defense установит командирскую панораму, которая будет выдвигаться на мачте, а также систему предупреждения о лазерном облучении. Ray Service возьмет на себя поставку электрических кабелей и некоторые другие компоненты. IURC Systems и BOIS установят средства REP и мультиспектральные камуфляжные сетки. Promocom возьмет на себя коммуникационные системы и автоматизированную систему управления огнем. Другие компании будут производить отдельные механизмы, узлы и агрегаты, или их комплектующие. Стоит добавить, что кроме самих БМП, в контракт входят 29 мобильных ремонтных мастерских на колесном ходу. И конечно они будут установлены на чешских Татра. В то же время сотрудничество чешского оборонно-промышленного комплекса с BAE Systems уже вышло за пределы проекта CV-90. И Татра Defense Vehicle будет производить бронированные корпуса для гусеничных вездеходов Бандванский ДАТ-10 для Швеции, Великобритании и Германии. А в целом сейчас чешская оборонная промышленность получила контрактов на 528 миллионов долларов, что уже составляет 24% от общей суммы контракта на CV-90, которые останутся в экономике Чехии. Но это работа на долгую, и о следующих контрактах, а также о передаче технологий и интеграции чешских компаний к производству ведущих образцов вооружения на фоне их дефицита.